Ну, если у Макрона за дни войны выросли и оттопрились уши, то у Джонсона выросли клыки. Аккуратненькие такие, вполне британские, чистенькие, отполированные, но от этого не менее смертоносные. Все объяснимо. Макрон в основном работает ушами, подсев на странный политический секс по телефону с Путиным. А англичанин Джонсон точит свои клыки. Похоже, он пока единственный отчетливо понимает, что решающая всемирная битва, человечество с Путиным и его Россией все-таки неизбежно. Что все только начинается. Что наступит роковая минута, когда цивилизации придется сомкнуть ряды и примкнуть штыки. Когда французу, немцу, итальянцу, португальцу, японцу придется встать плечом к плечу, забыв про реверансы, про телефонные беседы и размазывание дипломатических соплей. Уже без вздохов про газ, балалайки и цену на бензин и пиццу. Это совершенно жутковатая новая реальность, в которую въехали пока очень-очень немногие. Вот в понимальце этой реальности внезапно и очень вдруг вписался президент Казахстана. Вписался красиво, использовав для своего эффектного появления путинские любимые декорации Петербургского экономического форума, куда его неосмотрительно пригласили. Такаева, да? Там Такаев дважды, без суеты и эмоций, очень вежливый, очень основательно плюнул в кожаное лицо кремлевского владыки с ядерной бензопилой. Первым плевком стал категорический отказ в признании каких-то там ДНР, ЛНР. Вторым категорический отказ от ордена Александра Невского. И дело было даже совсем не в очередном хамстве Путина, который в очередной раз переврал имя, фамилию Такаева, публично обозвав, ну, чем-то вроде Саплимурдыш Шалашевич. Тут даже злого путинского умысла, кстати, не было. Он по подворотницкой, гопницкой, питерской привычке подчеркнул, культивировавшийся всегда в Совке и в Российской империи, вот этот пренебрежительный тон ко всяким инородцам, надсменам, вне зависимости от их ранга и их звания. Это культивировалось всегда и на всех уровнях, что-то вроде искренней уверенности того же самого Николая Кровавого в том, что молдаванин – это профессия. Так и Путин по совковому воспитанию показал, что нафиг ему неинтересно знать, как именно зовут казаха. Это не оскорбление, а просто указание на коврик у двери. Но Такаев в очередной раз, в третий раз на коврик не лег. Путин так удивился, что даже отвлекся от публичной добычи козявок, который был очень увлечен, и поручил с царского плеча этому соплимурдышу, по его выражению Шалашевичу, какой-нибудь утешительно подкупительный орденок. Навесьте ему. Кстати, как-то отлично видно на видео у меня в Телеграме, с форума, видео с форума, Путин отлично ковыряет носу, и даже, кстати, на публике видно, что человеком разработана сложная козяводобывательная методика и отрепетировано каждое движение, которое позволяет скрыти нос, дри палец. Но вернемся к высокой теме ордена и вообще орденов. Служба президента на всякий случай таскает с собой чемоданы. И этого барахла тоже. Африканцы особенно от орденов тащатся, но и на Такаева тут же стали вешать то, что оказалось непосредственно под рукой. Ну, нашелся орден Александра Невского. Такаев и тут оказался не дурак. Во-первых, от такого ордена потом фиг отмоешься. Да и принимать какие-то побрякушки от парня, которого на днях признают международным террористом, глупо и весьма и весьма рискованно. Наградная команда все равно упорствовала. Она долго гонялась за умным Такаевым по экспоцентру, кричала и мамой клялась, что орден очень хороший, очень проверенный и даже предъявила справку, что орден новичком не намазан. Отсутствие новичка было, конечно, приятным бонусом, но Такаев ордена все равно не взял. Не взял. В общем, все обозначилось. Начались разборки, кто вообще позвал этого соплемурды на мероприятие и нафига позвал. Тут, понятное дело, опять подвела разведка, которая понятия, оказывается, не имеет о настроениях того, кого зовут на такие форумы. Но у российской разведки свои известные беды. Недаром на штаб-квартире ГРО уже который год висит объявление. Объявление требуются разведчики, работа сутки через трое, реальная мультивиза, суточные в валюте, ну и так далее. Знаете, наверное, что очередной феерический прокол совершился не где-нибудь, а в Гааге, где русский разведчик устроился уборщицей в тот отдел Гаагского трибунала, где собирают документы о военных преступлениях России в Украине. Даже свой измельчитель бумаги разведчик приволок на своем же горбу, но не смог найти розетку, из-за чего поцапался с местным электриком и, разумеется, был тут же разоблачен. Ну, это вообще школа Петрова-Баширова. Ничего удивительного. Вот готов ли такая встать плечом к плечу с Джонсоном? Куда он денется? Происшествие на форуме доказало, что Касым Жамарт Кемелевич точно не идиот. Так что встанет. Встанет, когда придут последние времена. А может быть и чуть-чуть раньше.